Собака – лучший друг-человек. С этой фразой согласны многие, а потому и заводят себе четвероногих друзей. Большие, маленькие, пушистые, не очень. Каждый может подобрать собаку под личные предпочтения. Но разные размеры, разные правила выгула. Например, собаки выше 25 сантиметров должны быть на поводке и в наморднике. Этот пункт строго соблюдается жителями нашего города. Но вот проблема отходов их пушистых любимцев остается. Причем вопрос этот касается не только владельцев собак, но и тех, кто, проходя по улице, встречал нелицеприятную картину собачьих экскрементов. Дворы, тротуары, детские площадки и школьные стадионы – не место для выгула домашних животных. Если животное не сдержалось, согласно правилам содержания домашних питомцев, хозяин обязан за ним убрать. Но не все хозяева четвероногих к этому привыкли. Еще меньше людей водят их на специализированные площадки для выгула по разным причинам. В вольерах лучше всего. Но не все собаки между собой дружат, чтобы в вольере гулять. Во-первых, вольер маленький. Хоть нас налоги берут, за собак мы платим, но в вольер мы не ходим. У нас всегда есть пакетики. То есть, если она сделала свои дела, сами понимаете, убрала, завязала и выкинула. Но сейчас я гуляла, это просто было невыносимо. Потому что невыносимо столько всего этой гадости, и люди за собой не убирают. Правильно. А вот я бы лучше наказывала бы тех, которые с маленькими собачками гуляют. А они что, не делают свои дела, которые во дворе? Вот это мне не очень нравится. Хозяйка взяла пакетик, завернула и бросила в мусорку. Поэтому, понимаете, это все воспитание людей, как они представляют себе. Мы же действительно живем в городе, а не в лесу. Вся трава, ну знаете в чем, не знаю. Неприятно. Дети там бегают. Вот сейчас потеплеет, там дети гуляют. Для борьбы с недобросовестными владельцами домашних животных в Административном кодексе Республики Беларусь за неправильный выгул животных предусмотрен штраф от 1 до 15 базовых величин. Сам по себе выгул, он определен. Но если мы говорим о том, что выгуливать в неустановленных, скажем так, местах и в последующем производить уборку за своим домашним животным, то такой вариант, конечно, допустим. Очень много жалоб поступает от жильцов на дворовых территориях, в которых осуществляется выгул домашних животных. Жалуются люди не на то, что там выгуливают само животное, а именно на последствия этого выгула. Но если владелец будет убирать, соответственно, и жалоб как таково не будет. Но строго запрещено выгуливать домашних животных на детских площадках. Вопрос выгула хоть и острый, но не единственный, связанный с содержанием домашних животных. Сейчас в жилищно-эксплуатационных службах зарегистрировано более 2000 домашних животных. Но, как показывает статистика, что большинство владельцев домашних животных их просто не регистрируют. И на это есть причины. Запрещается содержать дома более двух домашних животных. То есть, если у вас имеется кошка и собака, это допустимый вариант. Но если у вас несколько собак или несколько кошек, то их содержание в квартире запрещено, невозможно, скажем так.